Компания IBS Казахстан была образована в 2008 году и на сегодняшний день уверенно идет вперед. Являясь эксклюзивным дистрибьютором заводов Дальпродукт и Рикс в Республике Казахстан с 2008 года компания осуществляет реализацию продукции через 16 филиалов, 19 дистрибьюторов. Клиентская база составляет более 25 тысяч торговых точек. Вся деятельность компании направлена на полное удовлетворение потребностей наших клиентов. Клиентская база составляет более 25 тысяч торговых точек. В 2009 году нами был запущен экспорт продукции в Киргизию. В 2011 году нами запущен экспорт продукции в Российскую Федерацию. На производственном комплексе Дальпродукт и Рикс используется оборудование немецкой компании Кронес. Производство напитков проходит с применением полностью автоматизированного оборудования. Растут производственные мощности и рынки с битопродукцией. Растут производственные мощности. Растут нового тела филиалов, 19 д Excelsior. Валдия S3. Растутaty – Ратель pueda get to happen. Растутрудные горы и сзади расположены площадки. РастутSTR М. Весь процесс изготовления напитков проходит под наблюдением зарубежных специалистов. Также наше производство оборудовано лабораториями, которые являются гарантом качества нашей продукции. Система менеджмента качества позволяет производить сертифицированную продукцию. Весь цикл производства сока. Сок-органик берет свое начало в садах Израиля. Любой сок, выпускаемый в бутылках, тетропакетах или банках, это восстановленный из концентрата напиток. Процесс этот напоминает вначале высушивание, а точнее выпаривание, то есть высвобождение из цельного фруктового сиропа жидкости. А позже, наоборот, активное насыщение фруктового концентрата влагой. Таким образом происходит восстановление сока. При этом все полезные свойства остаются в соке, ведь он теряет только влагу. А чем меньше в соке воды, тем сложнее там размножаться бактериям. Поэтому такой сок может храниться долго и его легко транспортировать. Однако прежде чем из этого заморского концентрата начнут готовить сок, его необходимо тщательно проверить. Держит ли он марку и не вправе ли именоваться качественным соком. Поэтому из каждой емкости лаборанты возьмут немного жидкости для дальнейшего исследования. Все производственные лаборатории сертифицированы по международным стандартам и имеют базу, ничем не уступающую зарубежным коллегам. Ну и самое главное исследование происходит в термошкафах. Небольшие порции сока помещают в боксы на несколько часов. Температура внутри самая, что ни на есть, оптимальная для развития микроорганизмов – 36 градусов. Если в соке присутствуют бактерии, они начинают активно развиваться. И такой концентрат можно сразу отправлять обратно. Сока из него не сделаешь. Поэтому лишь убедившись в качестве продукта, его отправляют на следующий этап процесса производства. Попав на завод, концентрат по специальным трубчатым тоннелям из транспортировочных емкостей перегоняют в цистерны-накопители, где каждая основа будущего сока отстаивается при определенной температуре, пока не придет ее очередь на вторую жизнь. Эта емкость для сокового купажного сиропа имеет объем 62 тысячи литров. Этого достаточно, чтобы наполнить 124 тысячи бутылок. Но обо всем по порядку. В это время начинается немаловажный процесс – приготовление белого сиропа. Весь этот процесс мы не увидим, но зато нам четко видно, что работа по изготовлению вкусного, а главное полезного – сока происходит полным ходом. Но каким же образом происходит сбор ароматизирующих веществ? Для этого мы вновь отправляемся в Израиль. В тот момент, когда свежевыжатый сок очистили от мелких примесей, его отправляют в вакуумно-выпорную установку. В нее одновременно подаются сок и пар. От пара сок нагревается, но не доводится до кипения. В вакууме вода из сока испаряется вместе с ароматообразующими веществами. Сок, лишившись воды, густеет, а полученный таким образом выпор конденсируется. Вода отводится в нижнюю часть бака, а ароматообразующие вещества в виде пара собираются в верхней части и направляются в конденсатор. Там при охлаждении они превращаются в жидкость, которую мы добавляем в сок. Кстати, для получения 100 литров сока нужно всего 6 литров аромата. Этого количества будет достаточно, чтобы сок вернул себе аромат настоящих фруктов и ягод. Вернемся к процессу. После того, как концентрату вернули ароматические вещества, он называется уже готовый соковый купажный сироп. Тщательно перемешав состав на протяжении 6 часов, сок в очередной раз исследует на готовность. Лаборатория вновь берет несколько порций сока на анализы, чтобы убедиться – продукт готов. Но теперь важно не допустить развития микробов, так любящих водосодержащие жидкости. Поэтому весь продукт проходит через пастеризатор. Он позволяет уничтожить патогенные микроорганизмы, но оставить полезные вещества. Соки единовременно нагревают до температуры 96 градусов Цельсия, после чего остужают и подают на розлив. А в это время на другом конце завода происходит процесс получения тары. Из вот таких приформ пластиковых колб под действием высоких температур и давления выдувают бутылки. Это обеспечивает надлежащее качество получаемой тары. Сразу же проводится асептическая обработка бутылочек, что немаловажно при выпуске скоропортящихся продуктов. Далее сок разливается по бутылкам. Скорость линий – 10 тысяч сосудов в час. Автоматика следит, чтобы количество налитого сока соответствовало стандарту. Закручивается крышка, после чего бутылки сушат и подают на этикирование. Клеят этикетку. Затем формируют определенное количество бутылок в кейсе и обтягивают термоусадочной пленкой. Все, готовая продукция передается на склад. За сутки на этом заводе выпускается 120 тысяч бутылок с соком. Редактор субтитров А.Семкин